Военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы» приурочили ко дню воинской славы России. В декабре 1941 года советские войска начали контрнаступление на отдельных участках Московского фронта. Битва под Москвой длилась с сентября 1941 по апрель 1942 года. Компания стала одной из самых масштабных за все время войны, как по количеству участвовавших в ней войск, так и по понесенным потерям. Начальником Западного фронта Георгием Константиновичем Жуковым был предоставлен Верховному Главнокомандующему на утверждение план контрнаступления. И уже 5-6 декабря началось контрнаступление по всему Западному фронту от Калинина до Ельца. Непосредственно здесь, в селе Славское, во время Великой Отечественной войны боев не проходило. Линия фронта располагалась примерно в двух километрах отсюда, однако на здешних полях и лесах вокруг села перегруппировались и сосредотачивались бойцы Красной Армии, которые готовились к решающему контрнаступлению. Проведение вахты памяти в Одинцовском районе давно стало доброй и важной традицией. Весь год проводится масса мероприятий, помогающих молодому поколению понять всю важность событий 1941 и 1945 годов и не забыть о людях, благодаря подвигу которых сегодня Россия сильна и независима. Именно на братской могиле советских воинов, павших в боях на Звенигородском направлении, расположен памятник обелиск, у которого проходил митинг. Многие собравшихся ветеранов собственными глазами видели ужасы военных лет. Такси на вот там, и нас вот эвакуировали по речке на полуторке, везли вот в Пенске туда. После митинга состоялась историческая постановка одного из боев, шедших неподалеку от села 74 года назад. Подготовка к реконструкции шла несколько недель, а масштаб разыгранных боев поразил гостей праздника. Пушки, танки, бронетехника – самые настоящие военные машины, пусть и демилитаризованные, при этом совершенно безопасные, чего нельзя сказать о пиротехнике настоящем огне, который покрыл сегодня поле этой реконструкции. Немецкие войска, совсем недавно готовившиеся к штурму Москвы, теперь сами вынуждены идти в оборону. На окопной позиции сыплется дождь из минометных снарядов, а под зотом прямой наводкой бьет бронетехника. Это ключевой момент боя, данные позиции являются главными для вермахта. Советские войска в данный момент ведут наступление оттуда, по голому полю. Солдаты вермахта ведут ответ на огонь, стараются прижать красноармейцев к земле. Немцы подключают собственную технику, в обустроенных позициях не замолкают пулеметы, но бойцы Красной Армии не ослабляют натиска. Еще несколько минут и главные позиции вермахта в зоне боевых действий переходят под контроль советских войск. Ой, вообще, очень прекрасное впечатление и наши победили. Молодцы все, кто участвовал в этом событии. Детям особенно это понравилось. Мне очень понравился бой. Наши солдаты молодцы, они выиграли. Вот такой масштаб был. То наши, то немцы и все-таки мы выиграли. В завершении мероприятия организаторы провели праздничную концертную программу, а все желающие смогли оценить выставку предметов военных лет.